Вторая книга Царств, 17-я, 2 Kings, chapter 17. Вот здесь мы читаем, как вот, ну что случилось после того, что Давид согрешил с Версавой. Что Бог сказал, что тот грех, он на самом деле простил, но наследствие греха будет оставаться. Но это не обязательно, что каждый раз, когда мы согрешаем, что, ну, наследствие греха останется. It's not absolutely necessary, or not every time, is it true, that the consequences of sin do remain. Потому что людей, так как, ну, Давид и других, молились Богу, чтобы Бог снял бы даже, ну, наследствие греха. И Бог иногда готов это делать, иногда нет. So sometimes God is prepared to take away the consequences of sin, sometimes He isn't. And so Absalom, David's son, now makes a rebellion against David, and he takes power. And David убежал, and David runs away. А здесь написано, что Ахитофел, в первом стихе, Ахитофел, который раньше был советником Давида, сейчас перешел на Абсалому. And in verse 1 you see how Ахитофел, who had once been on the side of David, went from David's side to the other side, onto Absalom's side. А кто? Это Ахитофел. And who was this Ahithophel? Он был советником Давида, был друг Давидова. He was a friend of David's. Почему он так сделал? Why does he do this? Почему он такое предательство сделал? Why does he make such a betrayal? Потому что он был, в принципе, дядя этого Вирсави, с кем Давид спал. Because he was the grandfather of Bathsheba, with whom Давид slept. И показательство об этом, 23 глава, 34 стих, если надо. If you need evidence, it's chapter 23, verse 34, где написано, что Ильям был сын Ахитофела. Where it's written that Eliam was the son of Ahithophel. А 12 главу, but in chapter 12, 11, but in chapter 11, написано 3 стихе, 11 главу, chapter 11, verse 3. И так, конечно, он хотел, ну, как-то делать зла против Давиду. Интересно, как Бог простил Давиду, а тот Ахитофел не простил. Now, you can see how God forgave David for what he did, but Ahithophel didn't. И это какая-то тема в жизни. And that's some sort of theme that you get in life. Что Бог более милостливее, чем человека. That God is actually more gracious and forgiving than man. Наверное, мы как-то считаем, что Бог, ну, довольно жестокий, довольно, ну, сложно. А человек как-то мягкий, он будет меня простить. А Бог, ну, я не знаю. And maybe that is with some people, the idea that, well, God is a very hard man. And he won't forgive, but, well, people forgive. But God, well, he's more difficult. Фактически, знаете, это наоборот. But, in fact, it's the other way around. И что Бог как-то лучше умеет, вот, прощать, чем человек. That actually God is better at forgiving than man. И, наверное, мы как-то боимся, что Бог, наверное, ну, как-то жестокий. And maybe we all fear at some point in our lives that God is a hard man. Это совсем не так. Это человек, который является жестоким. It's man that is hard. И почему мы боимся, что Бог такой жестокий? Why do we fear that God is a hard man? Почему? Потому что мы как-то проектировали все наши, ну, человеческие, ну, недостатки на Бога. Мы сделали Бог по-нашему образом. И не принимая тот Бог, так, как мы встречаем в странице Библии. And I think that why that is, is because we have created, you know, man has created God in his own image and after his own likeness, to some degree. We've projected under what we call God all our own fears and all our own human experiences. It's like the, she says, it's like the parable in the New Testament that God forgave the man a huge debt, but that man goes out and grabs his brother and demands his debt of him. Ну да, совершенно верно. Спасибо. Итак, это Хусия, 5 стихе, оставался в Иерусалиме. Когда Давид убежал сперва, это Хусия хотел быть с Давидом. И тоже было некоторые другие, которые тоже хотели быть с Давидом. There were some people who wanted to go with Давид, when Давид had to run away from Jerusalem. They wanted to go with him. А Давид сказал им, да не отлучи, если вы здесь будете оставаться, показывая, что ты с Авеселомом, когда ты фактически на моем сторону. And Давид said to those men, actually, it's better that you stay in Jerusalem and pretend that you're on Absalom's side when actually you're on my side. И это откроется для нас многие. And this opens up quite a lot. Я много проповедую у мусульманов, да, и чаще всего есть вопросы, могу ли я еще ходить в мечети, хотя я принял крещение. In preaching to Muslim people, I've encountered this question. If I'm baptizing to Jesus, can I continue going to the mosque? Потому что не ходить в мечети, это, ну, как-то делается в жизни очень сложно. Because not going to the mosque makes life very difficult. Ну, можно или нет. Это не так черно-белый, это не так такой, ну, простой, примитивный ответ. Такого не существует. There's no simple black and white answer to that question. Can I go to the mosque when I'm a Christian or not? Потому что, по идее, можно сказать, что тот хусия и это, и других, должны как-то уходить с Давидом. Но Давид специально им сказал, оставайтесь там у Ависалома и как-то покажите, что ты с ним, когда ты фактически со мной. Well, you could have argued that Hushai should have left Jerusalem and gone with David, but David actually said to Absalom, you stay behind and pretend you're on my side, because that will help my cause more. И это тоже, это вопросом, могу ли верующий человек солгать? And this touch is another question. Can a believer actually tell a lie? Потому что тот хусия как-то очень хитрый сказал Ависалом, что, ну, ну, чтобы уничтожать отец твой, но это лучше делать, ну, не слишком быстро. Надо чуть подождать, надо собрать весь Израилу вместе, тогда мы будем точно ему поймать и убьем. So he says to Absalom, Hushai says to Absalom, well, it's maybe better not to kill David immediately or try to kill him immediately. Let's take time. Let's gather everybody together and then for sure we will get your father and kill him. То есть он какого обманывал Ависалому. So Hushai deceives Absalom. Но это still ради Давида, but he did this for David's sake. Еще пример, где кто солгал. There's another example where somebody lied. Это Раав в Ериконе. It's Rahab in Jericho. Помните, они пришли, эти солдаты сказали, где эти еврейские шпионы? Remember, the Canaanite soldiers come and they say to Rahab, where are those Jewish spies? Hebrew spies. Она сказала, да, они здесь были, но они убежали вот в ту сторону. Беги, бегите, побыстрее, чтобы догонять им. And she says, yeah, yeah, they were here, but they went that way. And if you chase them quickly, right now, then you will catch them. Maybe. Но это солгало. But she lied. Но в Новом Завете написано, что она это сделала с верой. But it's written in the New Testament that she did that in faith. И это даже заметно в Новом Завете, что она в этом деле показала веру. So in the New Testament it's even said that she showed faith in doing that. It's a very slippery, difficult question. Потому что сразу, когда мы говорим, мы думаем, что ну ладно, и можно солгать это даже веру иногда. Но мы начинаем как-то сам себе оправдать по-всякому. И это нельзя. And the problem is that, you know, once we say that, ah, well, you can lie in faith even. Like Rahab did, like Hushai did, well, then we end up justifying ourselves in telling all sorts of lies that we should not tell. Итак, это сложные вопросы. Но, но это так, что моральность и этические вопросы в этом плане это не все так примитивно, черно-белее, так как в многих движениях, конфессиях и так далее. Это грех, это не грех. Но все. Это не так. Если чувствительно прочитать Библию, ты понимаешь, что Бог имеет столько человеческих пониманий, что это не все так примитивно. Это не оправдание для греха. Поймите меня правильно. И дальше у нас есть еще пример. And there's even another example. В 20 стихе. В verse 20. У Давида были еще друзья Ахимас и Йонафан. Давид had two other friends Ахимас и Джонатан. И опять они оставались там в Иерусалиме и как-то показалось, что они как-то за Авесалома когда они фактически за Давиду. And they also stayed in the Jerusalem area and somehow showed themselves that they were for Апсалом when actually they were for David. Но это подозрительно и что-то случилось подозрительно и они убежали. But they were sort of caught out and so they run away. И одна женщина написана спратила им на дворе в колодец. Они спустились туда и она взяла и растянула над устом колодеза покрывала и насыпала на него крупы. So these two men run away and a woman helps them and she lets them go down into her well and she covers the well with some corn and she pretends that they are not there. Потом 20 стихе and then verse 20 И пришли раби Авеселома к женщине в доме и сказали где Ахимас и Йонофан и сказали им женщина они перешли в брод реку. They ask her so where are those men and she says they have gone over the water. Буквальным образом они как-то находятся за воду. So she sort of saying well they have gone over the water. Она конечно как-то обманула потому что бухвалным образом они находились на воду. Потому что на еврейском слово для воды и река это одно и то же. In Hebrew here the word for water and the word for river is one and the same. Она специально как-то играла словами. So she is playing with words. она сказала что они пока на реку на воду. Но буквально образом да. Потому что она им спустила Калория. So in one sense yes they were above the water. Over the water. Because she had hidden them down her well. But she is playing with words. She is encouraging these men to think that they have gone over the water. Over the river. And I even think she got encouragement from Rahab. Потому что когда солдаты пришли к Rahab она сказала что ой нет эти шпионы они не со мною они уже убежали беги побыстрее сможешь им догонять. Because it's just the same situation the soldiers came to Rahab and they said where are those spies and she said they have gone run quickly and you'll catch them and that's just what this woman says. Значит мы сможем читать Библию и встречая здесь столько примеров. So we can read the Bible and find here so many examples. И этих людей должны быть для нас как-то живее. And those people need to be alive. Live examples. И вот в этом значение и важность библейские учения, потому что те характери, которые мы здесь встречаем в Библии, являются для герои. So those characters that you meet as you read the Bible, these persons that you meet, these characters, that God has selected and put in the biblical records, these are selected for a purpose to be our inspiration and encouragement. Читаю на стихии here. Verse 14. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авеселома. God had judged or appointed to defeat the good advice of Ahithophel to the intent that God might bring evil upon Апсалом. Сперва видим, что Бог навел бедствие на Авеселома. First of all, you see that God brought evil upon Апсалом. Есть такие понятия, что все хорошего в жизни это от Бога и все беда это от Сатане. There's of course this big idea, a very popular idea that all the good things in life come from God and all the bad things from Сатана. Видите здесь? Да нет. Беда, бедствие, это от Бога. Это от Бога, в конце концов. So all the negative things are also from God. Потому что это не так, что у Бога есть 50% власти. У Сатане 50% власти. Так не может быть. It can't be that God has got 50% of the power and Satan has 50% of the power. Мы здесь как на спектаторе, как на автиторе смотрят туда, на небесах есть какой-то космический конфликт, и я здесь ни при чем, я не могу ничего не делать. Не могу в этом участвовать. It's not so that we are just spectators of a show, that we are sitting on this earth watching a cosmic conflict up in heaven, that we can play no part in. We являемся на самом деле участников, потому что этот конфликт это самое главное внутри, каждый человек. We all do have a significant role in the conflict because the struggle finally between good and evil is within human hearts and human minds. It also in that verse 14 так Господь судил разрушить лучший совет ахитофела because God had judged or appointed to defeat the good counsel ахитофел Бог судил Я понимаю так, что на небесах у Бога есть какой-то суд So I think from that you see another evidence that there is a court as it were that sits in heaven and so that what is on this earth is there in heaven and all that goes on in this world down here has its reflection up there in heaven and and so when it says God so судил вот насчет агитофела и его совет принять или не принять это все-таки показательство о том что бог видел ситуации это все-таки игрался как-то перед его суд и он как судья дал свое мнение свой суд so i think say the whole situation that was going on there on earth at that time was reflected in heaven and up in heaven the whole situation was reflected and god made the decision that that he's going to defeat this good counselor of a hithafel и так человек не один не одна на этом свете so man is not alone in this world все наши ситуации все наши обстановки бог знает all our situations all our setup in our life what's going on is reflected in heaven god knows what's going on completely и не думайте что бог нам не обращает внимание он обращает внимание даже на каждом детале на каждой подробности которые мы даже сами не видим 29 вот бедный давид убежал от сына свой собственный возлюблен сына он убежал so poor david he's running away from his beloved son who's trying to kill him тот сын конечно пытался убить давида and that son was trying to kill david но он шел david пришел в маханаим and so david comes to маханаим и там это пустыня and that's in the wilderness и там в пустыне человек приготовил для david все and there там в пустыне and there in the wilderness this man prepares everything for david вот блюд сосуды пшеницы 28 ячменья муки пшена бобов и так далее и меду 29 масло овец сыра он принесел принесли david so he brings him he brings david honey butter sheep absolutely everything barley beans everything to david in the wilderness это все в пустыне когда читаем псалтир мы читаем там о том ну размышления давидова о своей жизни when you read the psalms you're reading david's reflections on his life давайте посмотрим псалом 22 so if you'd like to look at psalm 23 psalm 22 на русском 23 на английском psalm 23 psalm 22 this is 4 and 5 this is 4 and 5 this is 4 and 5 спасибо итак вот это видимо размышления давидова об этом что он ушел из своих врагов и вот он сказал в 5 стихе бог ты бог приготовил предуманную трапезу ввиду врагов моих he says that you prepared a table for me in the presence of my enemies и тот трапез который был приготовлен для давида предуманную врагов его это когда тот человек это сделал для давида готовил все 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 для давида когда он убежал из тот бунта но здесь написано что бог это сделал but here it's written that god did it но там мы как раз почитали в 2 книге царств 17 что это человек который это сделал but in the second of samuel 17 we read that it's a man who did that but here in the psalms he says god did it сможем делать вывод что бог тогда действовал через человека so you can make the conclusion that god functioned he worked through a person through a man david сказал что это бог который сделал david said it was god who did that but here it's written что человек сови это сделал 2 царств 17 27 but here 2 samuel 17 27 it says that a guy called sobi did it god действует через человека до таком степени тот человек действуется так как бог хотя он сам не бог god works through man to the point that that man becomes as god to others although he has not got himself in person и это является по-моему основ для понимания Иисуса Христа и его природе and that I think is a basis for understanding the nature of the Lord Jesus что он поступал как бог но он не сам собственный бог that Jesus can function as god and can be as god to man but is not god himself in person и мы сможем выйти так же and we can be the same потому что мы являемся вот членов тела Христова because we are the members of the body of Christ людей видеть Иисуса поскольку они увидят наше поведение people see Jesus insofar as they see our behavior у кого есть кое-что добавить вопросы в примере рак ну брать в жизни пример ее есть такое понятие святая ложь когда ты факты искажаешь во имя того чтобы человек не попал в другой беду ну да значит все-таки иногда можно да вот я не скажу что как иногда можно потому что сразу если мы думаем что иногда можно то иногда получается 10 раз в день я поэтому сказал что очень скот но есть такое да но мы как раз почитали спасение своего когда сказала я не знаю этого иисуса христа тоже ради спасения себя